Локхит СР-71А Иногда для показов в фильмах выбирают реальную военную технику. Именно так произошло с этим стратегическим сверхзвуковым разведчиком Локхит СР-71А. Неофициальное, но более известное название самолёта — «Блэкбёрд». Главная особенность транспортного средства заключается в способности летать очень высоко и необычно быстро. Именно поэтому, уклоняясь от ракет, «Блэкбёрд» выполнял манёвр по ускорению и резкому набору высоты. Использовали разведчик военно-воздушные силы США. Несмотря на то, что самолёт был введён в эксплуатацию аж в 1966 году, даже сегодня он отличается очень футуристичным внешним видом. Так что нет ничего удивительного в том, что самолёт был показан в таких фильмах, как «Люди Икс» первый класс и «Дэдпул 2». Локхит СР-71А способен развивать скорость до 3500 км в час. Но максимальная высота полёта составляет 29000 метров. Бэтпот Фильмов про Бэтмена было выпущено немало. Однако в трилогии Нолана знаменитый Бэтмотоцикл, получивший название «Бэтпот», впервые появляется в фильме «Тёмный рыцарь». В 2010 году, спустя два года после выхода фильма, американская мастерская Чоппер Сити собрала реплику мотоцикла Бэтмена. Внешним видом она практически полностью повторяет оригинал. И хорошо, что только внешним видом. Ведь настоящий Бэтпот вооружён пулемётом, гранатомётом, другим оружием. Всё это вряд ли пригодится обычному человеку в дороге. Реплика получила название «Пиэспот». Мастера из Чоппер Сити USA уверяют, что их творение — первая рабочая реплика Бэтмотоцикла в мире, пригодной для езды по обычным дорогам. Миллениум Falcon С того самого момента, как этот космический самолёт был показан в фильме «Звёздные войны», фанаты всего мира мечтали побывать внутри него. Грег Дитрих и Джейк Полоти решили не мечтать, а собрать свой собственный мирением Falcon. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Iron Man Suit Страшно даже представить, какова цена оригинальной брони Железного Человека, которую создал Тони Старк. Впрочем, о цене не оригинальной, а игрушечной брони, созданной компанией Toys Asia, думать тоже очень страшно. Всё потому, что стоит она 360 тысяч долларов. Дизайнерам удалось создать костюм, способный вывести косплей на новый уровень. Внешний вид этого Mark 43 практически идентичен броня, которая была показана в фильме «Мстители. Эра Альтрона». Разумеется, режим охраны или инфракрасный сканер не предусмотрен. Казалось бы, за такие деньги костюм мог бы хотя бы летать, но и эта функция не предусмотрена. Такая высокая стоимость обусловлена ручной работой. Броня собрана из 567 отдельных частей, совместить которые между собой весьма непросто. Костюм выполнен в натуральную величину. Примечательно, что каждый экземпляр изготавливается на заказ, по индивидуальным меркам носителя. Разработчики поместили внутрь 46 небольших двигателей, чтобы костюм мог трансформироваться и раскрываться, как это показано в видео. Астон Мартин DB5 За 25 фильмов о Джеймсе Бонде суперагент успел сменить огромное количество автомобилей. Однако именно этот Астон Мартин DB5 считается самой узнаваемой машиной Бондианы. Впервые он был выпущен в 1963 году. Серия DB5 стала логичным продолжением предшествующей серии DB4. Мало кто знает, что DB в названии не просто случайные буквы, а аббревиатура, которая расшифровывается как «Дэвид Браун». Этот человек владел компанией Астон Мартин с 1947 по 1972 год. Всего в мире существует 1021 подобный автомобиль. Самые узнаваемые детали внешнего вида — это округлые формы, лаконичные черты, хромированная окантовка деталей и огромная решетка радиатора. Астон Мартин DB5 приковывает внимание с первого взгляда. И именно из-за этого качества автомобиль был выбран в качестве средства передвижения Джеймса Бонда. В 60-70-х годах его стоимость составляла приблизительно 12 тысяч долларов. Сегодня, благодаря популярности Бонда, она сильно возросла. Например, тот самый автомобиль, показанный в фильме «Голдфингер», был продан в 2010 году за рекордные 4 миллиона 600 тысяч долларов. Стоимость автомобилей, показанных в рекламе фильма, оценивается в 2 миллиона 600 тысяч долларов. The Mystery Machine Очень многие задаются вопросом, какая марка была у автомобиля, на котором каталась легендарная команда борцов со сверхъестественными существами вместе со Скуби-Ду. Так вот, фургончик команды был изготовлен на базе Volkswagen T2. В итоге автомобиль именно этой модели использовали для создания реального прототипа того самого фургона. Производители позаботились как о внешнем сходстве, так и о внутреннем. Салон фургона выполнен в ярких, салатово-голубых цветах, таких же, какие нанесены на кузов. Прототип был изготовлен инженерами студии Disney. Обратите внимание на дискотечную лампу, создающую особую атмосферу. Вместо, где обычно располагается солнцезащитный козырек, была вмонтирована панель, имитирующая детекторы паранормального. Акто-1 А вот реплика автомобиля, который был показан в фильме «Охотники за привидениями», вышедшем на экраны в 1984 году. Он создан на базе «Кадиллак Миллер Метеор» 60-х годов выпуска. Вообще, оригинальный автомобиль из фильма изготовлен на базе «Кадиллака» 1959 года. Однако они чрезвычайно редки и дороги. В тот год выпущено было всего 25 экземпляров. Именно поэтому реплику изготавливали из автомобиля более позднего года выпуска. Разумеется, машина, которую вы видите на экране, не участвовала в фильме. Однако интерьер и внешнее оформление воссозданы довольно точно. Чтобы добавить автомобилю реалистичности, его разработчики даже позаботились о наличии муляжей оборудования для борьбы с призраками. Эй, хватит лениться! Пора заряжать мозги! Добро пожаловать на канал «Брайн Тайм». Невероятные события прошлого, настоящего и даже будущего. Буйство природы и мира животных, шокирующие факты и неразгаданные тайны. Все это и многое другое вы найдете здесь. Подписывайтесь, не пожалеете!